где-то на белом свете рубрика что придумала на завтрак у меня сегодня на завтрак холодный суп свекольник здесь у меня сметанка я знаю не все такое любят тем более на завтрак но у меня завтрак поздний сейчас уже час дня так что я думаю все можно здесь у меня все как на окрошку но плюс много зелени манголь 3 диска огурец зеленый лук петрушка картошечка яйцо единственное нет здесь не мясо не колбасы но я не очень-то и расстроена еще здесь свекольная заправка для борща я ее всегда использую когда хочу холодного супа свекольника чтобы не варить свеклу еще у меня два кусочка запеченного сала подчеревка она очень-очень вкусная запеченная по польскому рецепту и два кусочка хлеба всем приятного аппетита вкусных летних холодных супов наше жаркое лето продолжается но есть то хочется сегодня сварила суп опять с утиным суповым набором прям выручает очень хорошо выручает сегодня сварила суп с булгуром без пассировки в тарелочку чесночка добавить огурчик свеженький в прикуску балдюш очень вкусно всем приятного аппетита у нас сегодня бандерас наказан бандерас наказан эдик на него обиделся очень сильно потому что он у него что-то там украл съедобное он хотел пообедать на улице позавтракать вернее но он же не знает как с бандерасом обращаться отлучился на минуту и бандерас у него что-то украл ну и вот в целях профилактики и освобождения двора от бандераса эдик выпустил на арену тобика бандерас сначала сбежал и а потом вернулся ну и вот он два раза пошипел на тубика и тубик отстал от него все на том и кончилось изгнание да тубик тубик на том и кончилось да эдик тубик не смог победить бандераса бандерас спит под столом а Вот Тобик, вот Тобик. А что он не гоняет? Ну спроси, все. Он не может. Да что Тобик нужен тогда? Он на него смотрел искоса, подошел к Бандерасу, посмотрел на него искоса. Потом что-то на него рыпнулся. Бандерас зашипел два раза, и Тобик ушел. Он тоже трусливая. Он только метить способен, и все. Какой у тебя защитник? Ну тоже такой защитник. Настоящий Бандерас. Охи Бандерас. Какой Тобик? Бандерас под столом, Лех. Нет, Тобик не. Тобик он носится по двору. А кто у вас? Бандерас на него пошипел два раза, и Тобик от него отстал. Капец они, это друзья. Да, друзья. Китпэс. Китпэс. Что, Бандерас пошипел? Котопэс. Бандерас еще может шипеть? Да, он как шипанул на него. Котобик. Тобик. Языч. 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 Вывалю. Тобик, Тобик. Не нравится Бандерасу. Рычит. Очень грозный, очень, очень грозный пёс. Тобик, ты что, кота погонять не можешь? Шедик спрашивает. Ну, хороший, добрый пёс, да. Шо Бандерас получил, да? Нервы, нервы. Тобик, пошёл вон. Бандерас, ты там теперь жить будешь? Тобик показал себя, проявил. Тобик, это вообще, какие наглые животные. Даже если ты голодный, ты не имеешь права так делать. Да, я же наблюдаю, так выйдем сразу. Шо, зафекался? Глянь, тенёк полежи. Угу. А ты кинула хлеба? Да, остатки своего хлеба. Ты шо, Бандерас хотел есть его? Да. А Тобик не дал, да? А Тобик отобрал. Рявкнул, гаркнул. По-моему, лапой его даже зацепил. Что-то мне так показалось, а может и нет. Только я не поняла, кто кого зацепил. Тобик сидит. Ход на абрикосе? Он думает, что ему жрать-то нечего. Слезай. Тобик, взять. Ага. Так он боится теперь. Слезай. Кс-кс-кс-кс. Всё, я буду не езжать. Тобик, я так скачу. Нет, если бы не еда, он бы не тронул его. Тобик бы не тронул, он тоже. Садись, отдыхай. Во всём виновата еда. Тобик, а ты, блин, это вот. Пошёл. Так, что, можешь съездить вот туда, где апельсин, мандарин, абрикос, перец. Где перец, челковица? Нет. А, челковица мама вечером пойдёт, когда станет не жарко. Да мама не знает вообще. С тобой. Не жарко не станет. Нет, она с тобой пойдёт. Мама никакая. Не, она спросит тебя, потому что ей трудно ветки доставать. Я никуда не пойду, Эдик. Я если куда-то и пошла бы, то за чебрецом больше никуда. За челковицей нет? Нет. Хочу. Не хочу. Ты же говоришь, она сладкая. Не хочу. Мне жарко, тошно и млостно. Я вообще как плавленый сыр. Так сядь, Тенёк. Что ты стоишь на ногах? Я смотрю на Бандераса. Слезай, иди сюда. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Да не надо звать его. Слезай. Да пусть слезает. Эдик его не любит. Всё. Попал в немилость. Не надо этого говорить. Машина. Не снимай. Да не снимай. Ну! В лоб получишь. Он не поймёт, что случилось. Почему такая немилость? Да поймёт, что он понимает. Так, я тут пеку пирог. Такой прекрасный. Такой изумительный. С чёрной смородиной. И сейчас пойду в летнюю кухню печь. Там уже иди к духовку включил. Снимаю рецепт попутно. Потому что не хочу потерять такую вкусноту. Не хочу потерять где-то во влоге. Потом не найдёшь. Я снимаю отдельно рецепты в плейлист. И там, если что уж очень нравится, потом нахожу и легко, и просто пользуюсь этими рецептами. Так что, кому нужны какие-то рецепты с моего канала, можете поискать в плейлисте «Ешь, молись, люби». А я иду в летнюю кухню. Эдик напугал, там туча, гром гремит. Говорит, сейчас дождь будет. Ай! А я тут с пирогами шастаю. Ой! Пахнет! С ванилькой на сметанке. Кремчик этот. Получается ещё поджигать. Как это? Ну вот я засунул лучину, тогда и справа там загорелось. Ой! Всё равно как-то неравномерно. Ну так пришлось. Тяжело уж. Так что тут? Не горит чешу? Я, наверное, это, дмухнула туда. А зачем? Нечаянно. Я мучил, заходил соломину эту искал 3 часа, чтобы поджечь. А что, у тебя нету спичек тут чешу? Ты не всунешь туда её? Она не горит там. Так не там. Сюда же газ выходит. Подождать надо, пока газ выйдет. Куда? Да, такие спички ужасные. Вот видишь, загорелось. Что, у тебя тоже так? Да, Эдик. Ну, тут горит, а там, туда. Не там горит. Вообще, такие спички очень опасные. Глаз выжить может. Да. Да, смотри, он уже горячо там. Горячо, да? О, да. Нормально, горячо. Тубик. Тубик в своём репертуаре. Наполовину вышел, да? О, начинается. Буря начинается. Красота. Горячо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Весь в каких-то устюках В каких-то веточках Весь мокрый Прибежал Сейчас один к тебе даст Кушай Свежий, вкусный Девочки, пирог мой готов Но я с ним застряла Но я с ним застряла в летней кухне По-моему получился он Супер, супер Я уже однажды Пекла такой пирог Но там наоборот, сначала тесто Запекалось, а потом уже Заливкой заливалось и в холодильник Ставить надо было Тоже сметанная такая заливка А здесь запекала Сразу Эту заливку Вместе с ягодами Посмотрите, какая красота получилась Но я застряла с ним в летней кухне Там идет дождь И я с ним никак Он горячий Вот сижу тут Втыкаю в ютубчик Можно было, наверное, еще его попечь Но Я решила, хватит Тесто, по-моему, уже готово Вот эта вот штука загустела Теперь надо остудить в холодильник И это будет объедение Вы не представляете Это будет объедение Всем советую Класс Ой, как я довольна Я довольна Я довольна Я довольна Все получилось Все получилось Проще простого Мы купили желтую черешню Это дочка хозяйки Продавала Нам предложили И мы купили Около 4 килограммов Она спелая Сочная Надо есть ее быстрее Мы купили покушать Варенье варить не буду Потому что Из желтой черешни Получается водянистое Варенье надо Долго варить Ты вообще Тут бы Наестся, да, Эдик? Так уже наелся я Вон там еще лежит Куча помытой Как бы не пропала А это холодильник Я бы с удовольствием Готовил бы Наполеончик бы сделал Его очень долго Долго делать Трудно Не знаю Посчастливится ли Еще когда-нибудь В жизни Пойтись Такой черешни Какая вкуснятина Вот это черешня Громотводы Их называют Их называют Громотводы На самом деле Это Молния улавлива Они есть Пассивные И активные Оказывается Вот обычно Везде Используют Пассивные Просто Штырь А есть активные Они типа Делают Вот такие Какого-то Антенна Крутящиеся Всякие Там куча Типа Притягивают Знаешь Молнии вынула я из формы с небольшими усилиями но аккуратненько можно вытащить блюдо здесь у меня нету я на доску положила сейчас кусочек отрежу все-таки после холодильника надо супер кислинка сладинка все в меру рожок чувствуется подпишитесь на канал и поставьте лайки 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 лайки